ну microsoft ну молодцы вы посмотрите на это теперь еще четыре игры от xbox 360 во-первых поддерживаются на xbox one плюс майкрософты дошли опять до такой блин степени я не знаю такой недосягаемой что представляете теперь для этих игр доступны 4k текстуры то есть 4k апдейт прикиньте for the horizon фейбл универсари крэкдаун вечер 2 ну блин ну это же вообще сказка только жалко что я уже horizon прошел и ведьмак 2 фейбл универсари я еще не играл можно будет сейчас вот заняться этим крэкдаун я уже заказал потому что у меня не было этой игры но теперь блин как говорится раз уж такая пьянка надо обязательно проходить microsoft ну вы просто вообще молодцы блин я не знаю продолжайте в том же духе привет всем и снова решил сделать пополнение коллекции видос не помню уже под каким номером блин я уже запутался вообще сейчас тут по быстренькому посмотрим какие мне игры пришли и чтоб не сильно так опять не разглагольствовать сразу начинаем первый как вы видите devil my cry hd collection она у меня уже есть на на playstation на третьем но знаете так сказать для полного сбору решил еще его взять на xbox 360 не знаю ну блин попались мне за 5 евро по моему плюс пересылочка там ура за семье взял ну почему бы нет знаете пусть будет и как вы знаете 13 марта выходит еще hd коллекция для playstation 4 и для xbox one так что этом обязательно ее тоже возьму посмотрю на какой приставке она будет лучше если xbox one версия будет предлагать нам 4к разрешение то конечно же не раздумывая возьму ее там ну а если они будут одинаковые с playstation 4 то есть что там full hd что там full hd или что не такое то возьму на плойку на четвертую мне как-то по барабану честно ну и вот для пол на этой взял еще для xbox 360 самое что интересно hd переиздания такие же как на playstation 3 есть на xbox и на 360 но они там постоянно на 360 я имею ввиду всегда на двух дисках но здесь я удивился если честно даже не знал я посмотрел и вот это вот devil my cry все три части то есть devil my cry 1 2 и 3 все на одном диске ну блин это не может не радовать вот такая вот здесь вот графа графика один в один как на playstation 2 что мне нравится это никакой не ремастеров не ремейк это те же самые игры только в 720p вот на этой платформе на xbox 360 также как на playstation 3 игры почему то не дотягивают на консолях прошлого поколения до full hd без понятия почему я не знаю игра была пройдена мной еще в то время на playstation 2 первая часть это моя любимейшая часть потом я прошел вторую она мне вообще не понравилось она такая дешево у бога была сделана одно и то же там было два диска на одно можно было данте и данте играть на другом можно было девчонкой играть но в принципе игра абсолютно не менялась те же самые коридоры те же самые замки и по сравнению с первой части ну было вообще ерунда потом третья вышла более менее стала прикольная намного лучше чем вторая но не смогла переплюнуть первая первую часть первая для меня как всегда в ух ух классная и третья часть и сразу идет special edition в таком варианте знаете там еще можно было будет играть за за вирджила то есть за брата данте посмотрим на дисочек дисочек как дисочек опять мы видим ма 15 плюсом то есть это та же самая версия что и по всей европе мануальчик мануальчик тут такой я не думаю что он прям такой уж да он очень очень тоненький нам здесь просто описывают как нажимать на кнопки вот это кстати девчонка со второй части так себе вторая часть вот честно если у вас будет выбор например а это что у нас такое это рекламируют здесь серию если у вас будет выбор на playstation 2 купить первую вторую или третью часть и вы еще в devil my cry не играет не играли то я вам советую конечно же взять первую часть она она самая долгая она самая интересная так что вот так вот взял пусть будет во вторник придет версия для или xbox one или для ps4 для актуальных приставок пусть devil my cry gd collection будет везде что мне еще нравится вы знаете в каком пусть они угробили resident evil я имею ввиду пятой и шестой частью но вы посмотрите как они молодцы они свои старые игры которые были еще в playstation 2 времена они все продвигают в hd переиздания например что devil my cry что resident evil и ну блин красота я надеюсь может когда-нибудь капком опомнится и сделает lost planet знаете первую вторую третью часть трилогию в hd переиздание было бы офигенно не сказать что мимо lost planet прямо уж так нравится но первая часть это было в то время просто вышка от капкома вообще до сих пор хочу в нее поиграть но думаю вот сейчас вот возьму я ее прошел до в то время в 2000 и 2009 по моему году но думаю сейчас возьму lost planet 1 и начну играть и хлоп и xbox one выпустит его в обратной совместимости на хуан ну это будет не прикольно так что лучше подожду чуть-чуть так первая игра вторая игра вы сейчас можете будет смеяться смеяться но мне как-то плавно смотрите be movie the game я без понятия что такой мультик есть я его не видел о dreamworks который кстати ребята которые сделали шрека но попалась игра за понты и я посмотрел у меня ее не было думаю ну пусть будет для коллекции как вы знаете у меня для xbox 360 самая большая коллекция и я-то думал у меня все вместе нифига там еще пару игр можно понабрать которых у меня нету так что за 5 евро по моему взял ее я без понятия что это за игра что здесь нужно делать ну здесь здесь вот написано что ты должен летать вот этой пушкой что-то собирать где-то мед или чего короче не знаю это полностью детская игра я понимаю да здоровый пацан покупает детские игры почему бы нет знаете я уже столько детских игр прошел которые были на реально намного сложнее были чем взрослые так что иногда а пенсу можно поиграть в такую пойду активижен продвигает dreamworks древорксу принадлежат по моему все права ну вот так вот выглядит диск книженция книженция ну-ка ради интересной не цветная нет не цветная нет цветная он ведь этот самый главный мух который летает по игре не муха как-то как он пчел не книженция вообще никакая так что и муви гейм пусть будет есть пить не просит боже мой еще одна игра на xbox 360 это blazing angels самое что мне не понравилось ну из-за этого и цена была такая маленькая продавец описал это может быть вы видите подкассетник имеет такую непонятную не подкассетника арт имеет такие небольшие полосы видите это было по моему было что-то или пролито или что я не знаю ну короче новую эту игру вы не на не найдете а я решил полетать и мало того что просто полетать эта игра blazing angels squadrons of ww 2 это типа world war world war 2 то есть вторая мировая то эта игра поддерживается на xbox one я уже ее заинсталлировал она и 3 гигабайта занимает играется отлично просто вообще отлично играется это такое смесь такого полу симулятора с аркадой и блин классно полетать можно графа до сих пор впечатляет честно особенно на xbox one я говорю я на 360 не играл но на xbox one она выглядит ну волшебно честно круто так что взял у меня не сказать что так много летальных игр где нужно летать ну пусть будет сзади сзади арт обалденный вообще все чистенько все аккуратненько а там видать что-то каким-то образом какая-то вода просочилась или что и продавец мне сразу написал говорит продаю за дешево потому что арт вот такой вот помятый я груда ладно черт с тобой давай по моему за 5 евро я ее взял он там видите летает стрелять обалденные карты первая карта тебя учат как летать и блин я пытался знаете на самую минимальную высоту подняться не на максимальную на минимальную и очень детали деталированный ландшафт знаете деревья красивые дома все такое блин классно сделано хотя игра 2006 года представляете игре уже 12 лет если я не ошибаюсь круто пусть будет посмотрим на тисочек так вот выглядит диск ничего сверхъестественного посмотрим кстати на книжку может быть может быть она цветная кстати нифига себе толстая такая книжка в идеальном просто состоянии я надеюсь сегодня будет что-то видно у нас более-менее солнышко такое небольшое не всего черно-бело никаких интересных картинок нам не показывают вот всякие самолеты которые здесь я участвуют так сказать что это такое это да это что-то непонятное так вот кстати смотрите вполне много самолетов но все однопропеллерные я не я не сказал нет вот 4 проплера пропеллера я не сказать что я прям знаток самолетов но мне почему-то нравится когда у самолета больше чем один винт не знаю почему а кстати нам рекламируют иксбокс на xbox 360 king kong кстати обалденная игруха советую всем такая графа на xbox я прям вообще в шоке был так что blazing angels пусть будет пусть будет за 5 евро почему бы нет следующая игруха опять же за пятерочку по-моему я ее взял или за сколько я не помню ну короче за понты опять же это спайдермен по моему называется как он называется на английском не помню ну короче друг или враг тоже этого спайдермен у меня нету я не любитель всяких там марвеля или чё там еще есть какие там еще эти блин я даже дисси комикс универсия не сказать что я прям фанат вот этих вот всяких вот супергероев но мне понравился спайдермен этот amazing spider-мен по моему первая вторая часть ну блин взял эту пусть будет на youtube и посмотрел игруха конечно звезд неба не хватает но для коллекции не помешает и кстати что интересно на ибэе очень такая задернутая цена на эту игру а я нашел на амазоне так что взял не раздумывая за всем по моему вера я без понятия кто все эти люди я в спайдермене и вообще повторюсь во всех супергероях я ноль полный я просто играю фильмы и смотрю а смотрю фильмы и играю игры так что знаете как бы отключаешь мозг и играешь не сказать что прям уж что-то тут такое интересное но кстати вам нужно играть в кооперативе интересно можно в кооперативе да кстати смотрите 1 2 игрок об модус 2 то есть здесь можно даже по интернету вдвоем играть вот это кстати интересно я не знал можно будет поиграть десочек десочек так себе десочек так себе книженцы смотрите игра по супергероям давайте цветную книжку это же ну блин ну как ну супергерои они же все такие красочные все такое нет книжка опять же черно-белая вы представляете ну вообще короче черная белая княженцы ничего такого нету ну окей боже мой жалко просто спайдермен друг или враг пусть будет следующая игруха от walt disney или disney pixar кому как интересно кому как удобно это рибель или как она по-английски по называется по оригинальному брейв то есть храбриться храбраться храбрей храбрая короче без понятия офигенная игрушка очень интересно я ее прошел тогда когда я себе джей тег сделал xbox 360 я эту игруху туда за этого и у меня нет и прошел ее на два раза у меня ее не было в оригинале а тут как-то неделю или полторы недели по моему может быть даже две недели назад смотрю xbox microsoft и выпускают эту игру в обратной совместимости для xbox one и тут я про нее вспомнил думаю о точно там же есть такая игруха ну и пошел искать и вы не представляете вы честно вам скажу если вы заведете brave или рибель или как она там еще называется на других языках я уверен вы найдете игры но они будут стоить бешеных денег я не знаю почему во первых на немецком я ее не нашел все ее нигде нету я ее не нашел на английском тоже нигде нету есть запечатанные но там цены ужасные 90 стоера я не знаю почему почему эта игра приобретает такой культовый статус я без понятия мне удалось найти на итальянском и бэй то есть как вы видите рибель это по итальянски итальянская версия но здесь слава богу все языки поддерживаются и мне удалось эту игру за 15 поэра достать для этой игры я сравнил это ну блин это дешево вот такая вот игруха здесь он видите все по итальянски но игруха повторюсь содержит немецкий язык и по-моему даже русский по моему я если меня не изменяет память очень много уровней интересные разнообразные все красиво все цветно особенно понравились уровни где-то первые по моему уровни где там нужно что там кого-то преследовать медведя какого-то самый первый и там красиво такая знаете такая местность такая весенняя или есть а осенняя по моему листва такая спадает с деревьев ну сделано красиво реально как мультик честно вид сверху топ-даун хотя не топ-даун но знаете такой сверху и чуть-чуть сбоку классная игруха мне понравилось очень очень такая развлекательная можно кстати играть с кинектом вот видите языки английский французский итальянский немецкий испанский еще какой-то я без понятия и написано что вся документация на итальянском языке ну окей не знаю почему игра такая дорогая без понятия десочек прикольно кстати десочек сделала смотрите на диске написано brave то есть по-английски интересно книженция цветная нет ох ты смотрите на книжке не прикольно что-то было наклеено видите не прикольно ну ладно боже мой играется на xbox one просто волшебно вообще игра весит какие-то три гигабайта когда вы ее скачиваете с xbox на xbox one опять же никакого тиринга его в принципе и не было даже на xbox 360 вы посмотрите книжку ужасно вообще ничего не было так вот блин я сел чисто проверить как она играется на xbox one и не поверите я где-то часа 2 наверное убил ну как пошел пошел это как диабол знаете здесь лут вываливается из противников и тебе интересно его собирать ну блин пусть будет следующая игруха это burnout paradise как вы знаете она поддерживается на xbox one я ее также взял у меня ее не было пусть будет и потом даже себя не проинформировал оказывается в марте по моему вот в этом месяце выйдет ремастер этой игры для playstation 4 и для xbox one представляете ремастер я думал блин ну ё-моё окей поторопился но да ладно пусть будет burnout paradise это гонки в открытой мире большая карта от создателей если мне не изменяет память критерион да критерион это их сейчас называют боги рейсинга вот такого вот это конечно вам не for the horizon но также прикольно эти они сделали вот эту игру собрали какие-то очень очень там миллионы наград потому что офигенная игруха аркадная все разрушается графика прикольная и критериону далее потом сделать джеймс бонд если мне не изминает память он назывался джеймс бонд the blood стан стаун типа кровавый камень или что-то в этом роде короче и там этом джеймс бонди были уровни где нужно было преследовать кого-то на твоей бондовской машине и эти уровни были это просто вообще это было эпично я также и и уже заинсталлирована xbox one она поддерживается повторюсь еще раз в обратной совместимости графика прикольная езда прикольная управление прикольная но игруха полностью аркадная не ищите здесь никакого симуляторного эффекта как например в тех же гран туризмах или даже немножко for the horizon или for the motorsport так диск выглядит так стадии смотрите это classic edition ok посмотрим на книженцию черно-белая сегодня постараемся такой быстрый видос сделать чтоб я уже игры убрал а то смотрю блин опять игр набралось думаю надо распаковочку сделать парнат парадайз пусть будет пусть будет вы посмотрите одни xbox 360 что такое сегодня escape dead island dead island escape под зала под заголовок escape вот я тут не могу понять или он называется dead island и потом escape или он называется escape и только потом dead island так что не имеет значения короче прикупил опять же эту игруху потому что ее у меня не было она поддерживается на xbox one по обратной совместимости игруха в сэл шейдинге то есть такой такой знаете такой эффект прикольный комикса играется вообще на ура я включил и опять же я прилип во первых она там челлендж такой хороший есть знаете вас убивают зомби например если два зомби на вас нападают то все вам короче крышка там с одним то нужно бороться так что блин ну я не знаю мне понравилось я не сказать что я прям уж такой такой фэн дед айленда пук реперрии вот что вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бит и шон, ребята. Наконец-то! Наконец-то! Finally! Oh my fucking God! Shadow of the fucking Colossus! Сколько мне пришлось потрепать нервов с этой игрой. Вот честно. Сколько мне пришлось потрепать нервов. Понимаете, есть игры. Я как-то с Илюхой переписывался там вконтакте, мы разговаривали с ним. И есть игры, которые человек обязан пойти в магазин и купить. Я имею ввиду, обязан пойти. Не обязан купить эту игру. Нет, ни в коем случае. Если вам не нравятся такие игры, конечно нет. Нет, но человек должен, знаете, собраться, одеться там, ботиночки одеть, там кроссовочки, я не знаю, курточку. И пойти в магазин пешком, пешкариком. Дойти в магазин и купить эту игру. Понимаете? Потому что это, таким образом вы наслаждаетесь процессом покупания. Так вот, я ходил три раза в этот факинг-магазин, и меня три раза отшивали. Знаете, что говорили? У них постоянно один и тот же грюнк был. То есть, одно и то же, это, как сказать, отмазка. Извини, раскупили, извини, раскупили, извини, раскупили. Я говорю, люди, ну так же не пойдет. Говорю, почему такой малый тираж или вас гейт? Они говорят, да тираж-то не малый, но люди раскупают, реально раскупают. И такое явление у нас было, по крайней мере, в нашем городе. И мне прям продавец сказал, приходят многие люди, покупают PlayStation 4 Pro и вместе с ней вот эту игру. Представляете? Никто не думал, но ремастеринг Shadow of the Colossus, игре, которой, я не знаю, уже больше 10 лет, по-моему. Я точно не помню, когда она вышла. Это оказался систем-селером. То есть, я имею в виду, что благодаря этой игре, люди, у которых не было плойки, покупали PS4 Pro, чтобы поиграть в эту игру. Так вот, мне говорили, придешь потом, придешь через неделю, придешь через две. Я приходил через две недели, через одну неделю, опять ничего не было. Я говорю, люди, вы меня достали. Говорю, а можно заказать сейчас, и вы мне оставите? Они говорят, можно, но ты должен заплатить половину цены. Я потом думаю, нет, вдруг на Амазоне выставят подешевле. У нас Mediamarkt ее толкал за полтинник. Я сейчас ее, не смог, конечно, ее и в магазине купить, но я ее взял в Амазоне за 40 евро. Представляете? То есть, по сравнению с Mediamarkt, я сэкономил 10 евро. Амазон также писал через неделю, через две, через три. И вот как-то я захожу на Амазон, мне пишут, вот игру, которую ты все так хотел, наконец-то, вот она у нас в наличии. Покупаешь? Я говорю, да, конечно, покупаешь. Что за глупый вопрос? Так что, ребята, наконец-то она у меня. Это, сейчас давайте сразу ее откроем, потому что она запечатная. Я вот эти вот не умею открывать. Я бы на Xbox 360 покупал бы все игры запакованные, но проблема в том, что вы их новых уже не найдете. Xbox Era уже прошла, понимаете? То есть, сейчас можно на PlayStation 4 и на Xbox One покупать новые игры. Но, ребята, вы не представляете. Три игры. Это ICO или ICO, как он правильно называется. Это Shadow of the Colossus и The Last Guardian. Это три игры, которые я могу, в принципе, мечтольц назвать мои любимейшие игры, которые вообще когда-либо существовали. Я, конечно, понимаю, у меня есть любимейшие игры хоррор-игры, у меня есть любимейшие игры рейсинг, есть любимейшие игры экшн-геймс и все такое. Но вот игры, которые я даже не знаю, вот что это за жанр, это ни в коем случае не адвенчер, ни в коем случае это не приключение. Это, я не знаю, я его называю такое, знаете, такое The New Experience игры. Много существует игр, которые ты не знаешь, к какому жанру его отсортировать. Ну, короче, вот это The New Experience, я так называю. То есть, новое, новое, новое что-то, новое ощущение, новое это. Так вот, я, блин, на PS2 я эту игру, я раза три, наверное, проходил, честно. Потом вышел ремастер, не ремастер, а, док-ремастер, то есть, HD коллекция на PS3, ECO и Shadow of the Colossus, там были пройдены. И сейчас она выходит не просто ремастер, а ремейк. То есть, это абсолютно другая игра. То есть, это та же самая игра, но абсолютно все с самого-самого начала, с новыми скидцами, все полностью, с самого нуля, так сказать, было off-give-out. Вот. Обалденная графа. Я прям не могу, ребята. У меня прям потряскиваются руки, вот честно. Жалко, что таких игр нету на Xbox. Для Microsoft эти игры было бы очень-очень важно заиметь. Но так как это Sony, то просто 0% вероятности, что оно выйдет на Xbox когда-нибудь. Блин, 16 колоссов нужно убить тебе. Большущий открытый мир, который ничем не наполнен. Там нет, как в Витчери, например, в Ведьмаке, или как в Horizon Zero Dawn. Там не бегают всякие стады баранов, или стады коровов, или еще что-нибудь такое. Здесь абсолютно тишина. И из-за этого мне интересно находиться в этой игре. Знаете, вы включаете эту игру, там 16 только колоссов, и больше никого. Большущий открытый мир, никакой музыки, ничего нету. Только музыка появляется, когда ты начинаешь забираться на колосса, его убивать. А вообще, ну, блин, ребята, это я не смогу объяснить. И я уверен, что есть люди, которые сейчас даже поиграют в эту игру и скажут, да ну, what the fuck, что это за шляпа? Я прекрасно понимаю, вы просто, как бы сказать, упустили тот момент. В эту игру нужно было бы играть. Фредди, Фредди, пойдем ко мне. Фреддик. Кс-кс. Фреддик. Фреддик. Кот. Ну ты болван. Фредди. Ну кот, вот глухой, а, пошел, смотрите, пошел. Куда пошел? Так вот, я сейчас абсолютно забыл, о чем я сейчас с вами разговаривал, потому что если я вижу кошек, все, у меня просто память пропадает вообще. Обожаю кошек. Так вот, честно, я сейчас забыл, где я остановился, начнем по-новому. Игруха создана с нуля от Bluepoint Games. Bluepoint Games это чуваки, их сейчас по праву называют боги ремастеринга. То есть, они знают свое дело, ребята. Сколько они уже HD переделок сделали для PlayStation 3, и каждая их игра была мастерписом. Они не делают свою работу, знаете, как говорится по-русски, спустя рукава. У них нет такого. Если они за что-то берутся, то это превращается в золото. И именно им Sony доверила ремейк Shadow of the Colossus, и я прям рад. Я вижу по Fairhouse Silent, то есть, знаете, как игра продалась, это говорит о том, что это был полностью AirFolk, то есть, как сказать, это, ну, оно окупилось. Игруха расходится, как, я не знаю, как горячие беляши, блин. Игруха весит 13 гигабайт, ну, или почти 14 гигабайт, там, конечно же, будет еще патч, может, ну, гигов, может, 20, можно на хардиске свободным оставлять для этой игры. PS4 Pro оптимизация. PS4 Pro оптимизация, о чем говорит это в этой игре? В этой игре есть Cinema Mode, то есть, вы играете в таком Cinema Mode в 4К, полностью 4К. То есть, ну, конечно же, не нативная 4К, а, опять же, чек-аборт и все такое. Слушайте, а может быть, даже нативная? Вот здесь вот я не знаю, честно. Я помню Digital Foundry, я смотрел анализ, но я вот сейчас вот не помню, то ли нативная, то ли чек-аборт. Короче, пусть будет 4К. А если вы хотите в другой опции играть, там есть еще и, это, график мод был первый, а там еще есть Performance Mode. То есть, вы играете, опять же, в 1080p, то есть, Full HD, все такое, 60 кадров про секунду. Вы можете себе представить, эта игра, когда была на PlayStation 2, там хорошо было, если кадры стабильно на 20 держались. Когда вы находили колозов, из-за того, что на нем много деталей, там шерсть и камни и пыль, и еще и птицы над ним летают, то кадры иногда реально достигали 15-14 FPS. Это было неиграбельно, но в то время я не задумывался, что такое FPS и что такое графика, я наслаждался игрой. Это сейчас, блин, народ считает пиксели, считает FPS и просто не наслаждается играми. О, ребята, шерсть, факен колозус. Эй, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Дисочек. Кстати, самый-самый красивый колоз показан здесь. Это он, по-моему, третий или четвертый, если мне не изменяет память, хоть я и 18 раз игру уже прошел, но... Самый красивый колоз вот это вот, что на подкассетнике, что здесь. Кстати, я буду, конечно же, играть в Cinema Modus, то есть в графике, потому что 60 FPS мне, ну, блин, да мне 30 с головой хватает. 60 FPS, как я считаю, нужны мне в файтингах, таких, как, например, Mortal Kombat. И то не весь Mortal Kombat, а Mortal Kombat Ultimate на Sega Mega Drive. Вот там мне нужны 60 FPS, чтобы четко блок ставить и все такое. Кстати, Soul Calibur 4, там тоже 60 FPS неплохо, потому что, ну, там нужна реакция. А в таких играх, я не знаю, ну, давайте сейчас еще будем Blu-ray фильмы смотреть в 60 FPS. К чему? К чему? Такой вот оборотик здесь непонятненький. Так что, ребята, пловечный эксклюзив. Только на PlayStation. Вау. Обязательно буду проходить, обязательно буду играть. Советую всем, ребята, если у вас есть PS4, берите Shadow of the Colossus. Попробуйте, попробуйте проникнуться, дайте игре шанс. Это что-то с чем-то, вот честно. Вы можете даже Horizon Zero Dawn не играть, вы можете Killzone не играть, вы можете Second Son Infamous не играть. Все эксклюзивы вы можете забыть, а взять и поиграть вот в эту игру. Ребята, она вас своим волшебством просто, я не знаю, затянет, я уверен. Все, хватит. И тут сейчас идут... А, с иглами мы, кстати, покончили, да? С иглами мы покончили, да. Окей, с иглами мы покончили. И теперь пару фильмицов. Как вы знаете, я любитель фильмов, и у меня под конец видео я всегда фильмицы показываю. Кстати, давайте откроем. Откроем, Чтоб не отражалось. Это фильмец с Кристианом Бейлом The Flowers of War, или, как сказать, Цветы войны. Я очень много наслышан об этом фильме, я читал рецензии на Амазоне, и все говорят, это вполне, вполне смотри, смотрительный, смотрибельный фильм. Кстати, и там написано от режиссера Hero и House of the Flying Duggars, то есть, который, вы помните, фильм был Дом летающих кинжалов, он по-русски назывался. Что-то, что-то мне очень нравится. Здесь я как бы японская, китайская, я не знаю, не буду врать война, но, видите, судя по танкам и это. И он здесь играет, Кристиан Бейл, Бейл играет здесь я такого батюшку, фарера, знаете. И будем смотреть. Больше я себя не спойлерил, больше я никаких деталей не знаю. Кристиан Бейл, красавчик, мне он нравится вообще. Во всех фильмах, начиная с Эквилибриума, как он там... А, нет, начиная с American Cycle. В первой части он показал, на что он способен как актер. Моя мечта взять на Blu-ray, я почему говорю мечта, он доступный фильму, 9 ойра стоит или что, а вот Кристиана Бейла называется Машинист, знаете. Все, хочу его купить, все забываю. Так что, блин, обожаю такие фильмы, все жду с такой военной непонятной тематикой, все жду, может, когда-нибудь выйдет фильм под названием Angela Ash. Он только доступен на DVD или DFOD, кому как удобней. Надеюсь, когда-нибудь выйдет на Blu-ray Angela Ash. Это я просто так в тему по таким вот фильмам, по таким военным. Блин, ну что, вон пишут, очень такой фильмец, в котором нужно задуматься, в котором показывают, на что там люди идут, на что люди способны и все такое. Ну, блин, классно, классно, я очень хочу посмотреть этот фильм. 2013 год, из языков только немецкий, английский, в DTS HD, 16 на 9, 1185 формат, то есть полностью весь экран, ну, абсолютно полностью весь экран, и там может быть 2-3 миллиметра сверху и снизу черненькая маленькая полоска, ну, которая незаметна. 141 минута, то есть 2 часа, и жанр экшн-драма. Обожаю драмы. Я не знаю, но от этого фильма я жду такого, знаете, такого экспириенса, такого непонятного, такого хорошего. Кстати, кава здесь, видите, переворачиваем, переворачиваешься, то есть можно, чтобы 16 ФСК логу перевернуть, я, может быть, этим займусь, но, может быть, и нет, я не знаю, мне, что логу есть, что логу нету, мне как-то по барабану. Десочек выглядит вот так, видите, там все стреляют, там женщины убегают, все умирают, все круто, просто, ух, надо будет смотреть, надо будет смотреть. Итак, цветы войны, The Flowers War. Очень охота посмотреть этот фильмец. Следующий фильмец, опять же, вот, сейчас я вот это уберу, чтобы оно нам не мешало, еще один фильмец от Кристиан Бейла, я имею ввиду не от Кристиан Бейла, а от Вернера Херцога, но с Кристианом Бейлом, сейчас мы его откроем, называется Rescue Dawn. Опять же, когда я купил вот этот вот фильмец, The Flowers War, там мне посоветовали на Амазоне вот этот фильм, я помню, я его, когда он на DVD вышел, я почему-то его как-то, ну, мимо него прошел, не знаю почему. И тут думаю, ну, блин, надо взять. Двух чуваков во времена Вьетнама, по-моему, по-моему, судя по вертолетам, да, их взяли в плен, его и его, и его другана, солдаты, или они не солдаты, я не знаю, я никакой информации об этом фильме не знаю, их посадили в плен, и вот, что им пришлось перейти, пережить, так сказать, в плену. Обожаю, опять же, такие фильмы, и тем более, Кристиан Бэйл, с Кристианом Бэйлом я люблю вообще все фильмы и возьму любой. Билд формат White Screen, 16 на 9, как всегда, 1,85,1, опять же, на весь экран, не считая 2 мм черных полосочек сверху и снизу, которых, ну, вообще, вооруженным глазом даже не видно. Ну, конечно, чем больше у вас телевизора, тем больше их видно, но да ладно, вообще, это полный экран, Full Screen, так называется, если вы видите, 1,85,1, вот здесь вот, из языков немецкий, английский, итальянский, фильмец идет 125 минут, отлично, 2 часика, и, кстати, как я могу судить по обложке, по вот эти вот Experience High Definition обложки, вот эти вот, раньше, Touchstone Pictures, Beatswings by the Sony, вот Sony, они раньше делали, это, я вижу, это первопресс, то есть, новых, новых, как сказать, новых, блин, как их назвать, новых Чарджа не было, то есть, как вот фильм в 2006 или 2007 году запрессовали, вот так он и есть, все, и я вижу по обложке, вот по этой тонкой, сейчас такие обложки уже не используют, что здесь был использован кодек VC1, то есть, VC1, как вы знаете, он был использован также в Pirates of the Caribbean и в Перл Харборе, сейчас все Blu-ray используют кодек AVC, AVC намного круче, у него Bitrate Variable, знаете, он такой не на одном месте стоит, AVC1, он ужасно большой битрейт, там, ну реально по 5 MB держится, и в очень экшеновских сценах, когда все вот так вот двигается, вот так вот, то на экране вы видите невооруженным глазом кубики, знаете, такой, от компримиринга, из-за того, что сильно скомпримированные фильмы, то, когда я вижу, опять же, к чему я это все говорю, когда я вижу вот эти тонкие подкассетники и вижу вот эту надпись Experience High Definition, этому Blu-ray диску уже почти 10 лет, сейчас мы посмотрим, так, кстати, 2006 год, вон там, вон, здесь написано, то есть, этому, не фильму, а диску, уже около 12 лет, и он использует еще старый кодек, но да ладно, что у нас тут, какая-то, да, видите, это, да, 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 это еще с того времени, когда вкладывали такую бумажку, что вы удостоверитесь, что у вас, ваш Blu-ray плеер, по апдейтам на, как сказать, на Нойстом штамп, если вы хотите проиграть этот фильм, ну, сейчас уже такого не делают, потому что все люди знают, все Blu-ray плеера подключены к интернету, и апдейтываются автоматически, то есть, автоматически, а раньше вот такой вот сеттель клали, что типа, посмотрите, есть ли на ваш Blu-ray плеер, или PlayStation 3, раньше даже писали, апдейт, так что это нам не надо, вот так вот дисок выглядит, кстати, кстати, диск выглядит просто волшебно, вы посмотрите, вот честно, вот если б не это писанина, вот в этом вот кольце, видите, что типа, только продавать, нельзя митывать во всяких там этих прокатах, обалденно, Rescue Dawn написано, и кстати, Dawn стоит именно, смотрите, на речке, и как будто, буквы туда уходят, и вот этот вот, закат, или восход, я не знаю, скорее всего, восхат, восхат, восход, или закат, вот эти вот, свисания деревьев сверху, ну блин, кто оформлял вот этот вот диск, это я просто вообще, серьезно, надеюсь, фильм такой же красивый, как диск, блин, честно, мне кажется, самый красивый диск на Blu-ray, который я только видел, классно, вот эти бы все надписи еще убрать, было бы вообще красота, но да ладно, и кстати, там вон тоже, всякие надписи, кто-то что-то бежит, вот видите, вот они двое бегут, и их потом взяли в плен, очень-очень хочу посмотреть этот фильм, я себе очень много всего понаобещал, по писанине, по рецензиям, и будет жалко, если я подойду к этому фильму, с очень-очень большим эрвартунгом, знаете, я очень многого жду от этого фильма, и если, блин, так сказать, он мне не даст того, чего я жду, я, так сказать, разочаруюсь, так что мне нужно попробовать, мои эрвартунги немножко понизить, так что очень охота посмотреть фильмец, еще один фильмец у нас, это Хьюк Джекман, Логан, The Wolverine, очень давно хотел его посмотреть, давайте откроем, давайте его откроем, блин, насчет этого фильма, я вообще ничего не знаю, я, Wolverine мне нравится, вот, Хьюк Джекман, он вот как, как Росомаха, он мне нравится, и вот этот фильмец я еще не видел, если честно, я знаю, что все люди пишут прикольный, так что будем смотреть, раз прикольный, я вообще не знаю, про что этот фильм, что здесь, ну, 137 минут, нифига себе, 137 минут, неплохо, английский, немецкий, французский, итальянский, все в DTS, только английский, 7.1 DTS HD Master Audio, 16 на 9, 2.39 лета бокс, то есть с большими, ну, это не синий москоп, но с большими, черными балками, сверху и снизу, окей, окей, дисок, да, это конечно вам не Rescue Dawn диск, вон тот вон, но тоже что-то прикольное, это что у нас такое, STX-Men TV серии Legion, какая-то сериал какой-то Legion, здесь нам рекламки еще дают, всяких других Blu-ray, которые у меня уже все есть, опять же мы видим здесь подкассетник, подкассетник, который переворачивается, может быть я даже заморочусь, опять же, без лого, видите, здесь нету Altersfraigabe, то есть вот этого 16, мне опять же, повторюсь, по барабану оно есть, нету, вы знаете, я смотрю фильм, играю в игры, а не смотрю целыми днями на подкассетнике, но, конечно же, когда нету лого, в этом что-то есть, так что, блин, окей, будем смотреть, самое, что мне понравилось, что неожиданно было, что фильм идет так долго, вы представляете, он идет, я уже сейчас повторю, 137 минут, блин, для Росомахи, для Волверин, это многовато, но, окей, так, следующее, и последнее, это Seven Son, или Седьмой сын, от, от продюсера, Годзиллы и 300, взял фильмец, только из-за, вот этой тетки, это Джиллиан Мур, Джиллиан Мур, драмы, я просто обожаю, она так офигенно играет, и вот здесь, вот я даже не знаю, что это за фильм, он уже давно вышел, но он как-то мимо меня прошел, сейчас мы его откроем, я знаю, это, по-моему, фэнтези какой-то, ну, буду смотреть, будем смотреть, сегодня больше фильмов, чем Игор, но да ладно, прикольный подкассетничек, такое все, фэнтези, такое, ух, вон там чувак, с большим мечом, дерется против дракона, с маленьким лицом, почему у дракона, такое маленькое лицо, по-моему, это не дракон, ну, окей, так что, блин, я не знаю, ну, что-то прикольное, вот этого чувака я знаю, он в последних фильмах, вообще везде, в эпизодах снимается, в эпизодических ролях, так сказать, 1080p High Definition, 241 Letterbox, опять же, у нас черные балки, сверху, снизу, языки немецкий, французский, или испанский, хинди, DTS Digital Surround Sound, окей, ни на одном фильме, нету русских, русского языка, даже русских унтертитлов нету, хотя раньше были, во многих встречались, фильмец идет 102 минуты, ничто не скажу вам об этом фильме, я без понятия, вот только мне нравится, что здесь я вот увидел Дихексе Малькин, Джулиан Мур, она здесь играет ведьму, ну, я сразу понял, что она здесь ведьму играет, так как она одета, ну, блин, охота, охота посмотреть, охота посмотреть, прикольно, десочек выглядит, смотрите, там два дракона дерутся, блин, круто, 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 опять же, как вы видите, опять же, переворачивающийся арт, то есть, без логу здесь, а логу нету, вы можете его перевернуть, как вам интересно, видите, здесь логу 12, здесь логу нету, потому что, повторюсь, я как-то в одном видео говорил, в Германии, по закону, вот это логу должно всегда здесь быть, но некоторые коллекционеры не покупают какие-то фильмы или игры, потому что вот это здоровое лого, их смущает, и вот специально для них делают вот такие обертки, чтобы вы переворачивали, ну, мне как бы, так, с фильмами покончено, и маленькое такое небольшое отступление по музыке, взял себе, наконец-то, Лиззи, а.к.а. Паркл Хейз, Wild, это такая немка, ну, ага, черная немка, ну, конечно, прям, коренная немка, так сказать, так вот, читает по-немецки, диск очень-очень-очень редкий, но, не сказать, что дорогой, вы его просто не найдете, если кто шарит в немецком рэпе, или вообще в музыке, так вот, в глобальном хип-хопе, и все такое, ее очень трудно найти, и я наткнулся на Амазоне, чувачок продавал, не поверите, этот диск за две ойры, он говорил, что диск в идеальном состоянии, это правда диск в идеальном состоянии, но подкассетничает, чуть-чуть убитый, что он тут, кратцы, ну, я имею ввиду царапины, все такое, ну, мне по барабану, мне главное, чтобы диск в идеальном состоянии был, потому что я их потом все равно на компьютер скидываю, и мне удалось этот диск взять за два ойра, плюс пересылка два ойра, за четыре ойра, ну, давайте округлим за пять ойра, ну, это вообще понты, пусть, пусть будет, это такая, такой немецкий хип-хопчик, вот такие вот здесь треки, единственное, что мне не понравилось, очень сильно не понравилось, много песенок здесь у нее, когда мат на мате, а вы знаете, когда в хип-хопе треки, где, в котором одни маты, это я считаю, что человеку просто больше нечего сказать, и он пытается всю вот эту пустоту в словах и в речи полностью забить матами, вот мне так кажется, не знаю почему, и вот здесь пару песенок, но мне просто не понравились, они, во-первых, тексты не связаны, ни о чем, но зато матершина прям прет, и я думаю, да ну ты что, с другой стороны, остальные треки, я повторюсь, их большинство, вполне нормальные, нормальные биты, нормальные текста, ну пусть, и вот так вот диск ко мне приехал, он вот здесь вот отломался, видите, ну да ладно, бывает, боже мой, самое главное, повторюсь, диск в идеальном состоянии, вот так вот он листать его можно, новым запечатанным вы его не найдете, и мне кажется, даже в подержанном состоянии вы его не найдете, если даже захотите, он почему-то очень-очень редкий, ну и скажу честно, никому в принципе он и не нужен-то, может быть даже из-за этого он такой редкий, ну пусть будет, и последнее, просто так, как вы знаете, у меня еще в разных видео, а достав я показываю, то есть всякую фигню, еще прикупил себе вот такие наушнички, может кто тоже, знаете, я знаю, есть люди, которые каждый день пользуются наушниками, в принципе как и я, я каждый день, когда там на работу, с работы, я постоянно в наушниках, потому что, ну блин, минимум час в день, минимум я провожу с музыкой в наушниках, и из-за этого вот, мне нравятся Сеннайзеры, во-первых, вы одним, вот именно вот эта серия, CX-302 Black Precision, из-за чего она мне нравится, вы знаете, здесь офигенный бас, реально офигенный бас, офигенные циклки прикольные, и когда вы, кстати, наушники одеваете в ухо, или засовываете в ухо, как правильно сказать, я не знаю, по-моему засовываете, потому что его засовываешь, так вот, когда засовываете их в ухо, он прикольно, герметично туда вставляется, и вы просто потусторонние, или посторонние шумы, которые снаружи к вам заносятся в уши, вы их просто не слышите, знаете, оно просто, просто наслаждаетесь музыкой, и, в принципе, оно не дорогое удовольствие, оно 30 ойро, эти наушники стоят, но проблема в том, опять же повторюсь, звук 1А, вообще, красота звук, но проблема в том, что они умирают очень быстро, они очень быстро умирают, просто вообще, ты не успеваешь посмотреть, как они умирают, максимально, максимально они проживают 3 месяца ежедневного использования, 3-4 месяца, максимально 4 месяца, и все, там граница, и, я не знаю, я попробовал уже разный чардж-нумер, то есть, здесь стоит где-то чардж-нумер, я уже пробовал одни заказывать, другие заказывать, конечно, серия одна и та же остается, а вот именно, знаете, как вы знаете, любой завод, например, он делает, как сказать, он делает продукцию, например, в один день один чардж, в другой день другой чардж, и там постоянно квалитет спрюфинг проходит, он каждый день просматривается, и вот я думал, может, один раз попалось, окей, два раза попалось, три раза, черт с ним, но даже, вот я сейчас уже беру четвертый раз, по-моему, четвертый, или даже пятый, у меня на моем телефоне эти наушники, они умирают, они просто умирают, как они умирают, левое ухо отваливается, просто начинает сначала шипеть, шипеть, и потом просто пропадает звук, пропадает, и потом все, вообще глухота, я до сих пор не могу понять, почему это происходит, то ли динамик, то ли там еще где-то в конце, то ли еще что-то, ну, короче, просто левое ухо отпадывает, и все, но я готов с этим жить, потому что, повторюсь, звук офигенный, звук просто волшебный, вообще, вот в этих наушниках, так что, Sennheiser, вроде бы немецкая, квалитет немецкий, вот так, как-то так, знаете, так себе, так, 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 16 Ом, офигенно, можете громкость на полную делать, и у вас не будет, знаете, никакого, никакого такого, не будет басы забивать, знаете, наушник, как громко бы вы не делали, всегда идет чистый звук, чистый бас, чистые циклки, все классно, еще даже сумочку даю, давайте сейчас откроем, кстати, я не смогу, сейчас открыть, давайте я поставлю на паузу, открою, и мы посмотрим все вместе, как они выглядят, я-то ее уже видел 6 раз, но вам покажу, они не очень дорогие, повторюсь, но вы должны точно знать, если вы берете эти наушники, я испробовал много наушников, я испробовал за 20, за 10, за 40 ойра, но они умирают очень быстро, и у них звук не прикольный, знаете, звук, он как в трубе, мне не нравится такой звук, только у Sennheiser, офигеннейший звук, вот как в Exide, знаете, реал-таймовский, такой high-definition звук, можно даже назвать, из телефона, но вот они помирают, сейчас, секундочку, я поставлю на паузу, и вернемся, когда я эту шайсу распакую, и так возвращаемся, наконец-то я ее раздолбал, порезал себе почти все руки, об этот вот непонятный пластик, блин, почему так запутываете, не знаю, так вот, здесь еще нам дают, вот такие вот, штучки, которые вы можете одевать, знаете, как бы, для ваших ухов, как бы, то, что вам подходит, ну, это, знаете, такие большие, я их называю, это штучки для людей, которых зовут большой ух, это, ну, чересчук большой ух, это маленький ух, так что я их выбрасываю сразу, в принципе, те, вот эти вот резиночки, которые там стоят, мне они уже по нраву, то есть, они мне подходят, кстати, смотрите, вот здесь нам дают, что, она привязана, или что, нам дают здесь еще, вот такую вот сумочку, у меня этих сумочек уже 18 штук, повторюсь, наушники умирают очень быстро, ну, а за 30 евро, почему бы и нет, я тебя умоляю, ты сегодня откроешься или нет? ну, слушай, у меня нет времени с тобой тут, разытоваться, секундочку, вот такой вот еще блатной, блатной такой, как его назвать, подкассетничек, кошелечек, от Сенайзера, что мне нравится, здесь такая прикольная штучка, вот так вот, можно хлоп, туда наушнички покласть, или все, что вы хотите, хоп, закрывается, ну, классно, классно, может быть, даже вот эта шняга 25 евро стоит, а 5 евро наушники, потому что, ну, другого объяснения у меня нету, почему такой хороший звук, и такая, не вечная долгожительность, или долговечность, здесь вот, чтобы ничего не сломать, нужно их оттуда, вот так вот вытащить, этот вытащился, этот тоже вытащился, больше ничего у нас нету, нет, у нас здесь больше ничего нету, эту фигню туда, это мы открываем, открываем, и вот, в принципе, наушники, наушнички, вот такая вот шняжка здесь у нас, вот такая вот, она прикольно вставляется в этот, в телефон, и, кстати, сколько раз у меня было, я где-то зацеплялся, или что-то это, ну, в принципе, оно сложно сломать, реально сложно, не знаю, видел много фотографий на, на Амазоне, где у людей, вот здесь вот поломано, ну, я не знаю, у меня ничего не поломано, по крайней мере, у меня 5 штук было, там ничего не ломалось, вполне длинный провод, вполне длинный провод, провод, такой асимметричный, знаете, одна сторона длиннее, другой, почему я, так вы скажете, в игровом видео, такой акцент делаю на, на наушники, просто, люди понимаете, я обожаю наушники, всякого рода, я, например, когда смотрю фильмы, у меня, супер наушники, от Sony, может, когда-нибудь вам покажу их, купленные за 250 евро, офигенный, high definition звук, и вот, когда я выхожу на улицу, я всегда в телефон, вставляю, наушнички, и слушаю музыку, и, блин, я люблю музыку, и мне очень важно, чтобы в ней был хороший звук, так вот, из-за этого, я просто вам хочу показать, что это вообще такое, Sennheiser, короче, наушники, как наушники, все, вот, что я хотел показать, вот так вот оно выглядит, кстати, что-то ничего не фокусируется, ничего не работает, почему ничего не фокусируется, может, так вот, да, вот так вот, прикольная штучка, там такая сеточка, басы офигенные, очень-очень удобно сидят в ухе, они такие тяжеленькие, знаете, вы их чувствуете, но вас не напрягает, их реально можно 5-6 часов таскать, если вам делать больше нечего, я так долго слушаю музыку в наушниках, то вы можете реально 5-6 часов их таскать, и ухи просто не будут болеть, вот здесь вот этот длинный ух, этот маленький ух, вот этот ух вы можете просто-напросто через шею перекинуть, и из-за этого, как бы, центр тяжести смещается, и когда вы ходите, они у вас не выпадывают с ухов, так что, в принципе, ребята, все, что я вам хотел показать, сейчас я вот эту вот шнявку беру отсюда, и мы просто-напросто посмотрим, что сегодня в видео было, как всегда, всего мало, наснимал много, но это, это типичный игл, так вот, ребята, один музыкальный диск, от Lizzy, aka, aka, purple he is wild, потом идет, фильмец, седьмой сын, на blu-ray, фильмец, Logan, фильмец, Rescue Dawn, иди отсюда, фильмец, The Flowers of War, пусть будет, конечно же, конечно же, Shadow of the fucking Colossus, ребята, 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 потом Escape Dead Island, играющийся на Xbox One, по обратной совместимости, Burnout Paradise, играющийся по обратной совместимости, на Xbox One, The Brave, играющийся, также по обратной совместимости, на Xbox One, Spider-Man, друг или враг, пусть будет, господи, Blazing Angels, леталка на самолетах, Вторая мировая война, также поддерживается на Xbox One, по обратной совместимости, B-Movie, The Game, пусть будет, есть, пить не просит, Devil May Cry HD Collection, также пусть будет, повторюсь, есть уже на PlayStation 3, есть на Xbox 360, и сейчас, через два дня, 13 марта, выйдет еще для актуальных консолей, то есть для Xbox One и PS4, также будет куплено, может быть даже на обеих приставах, потому что из-за первой части, ну честно, я буду поддерживать Capcom, пусть они хоть 18 этих версий, как сказать, выпустят, я их все равно куплю, потому что первая часть, это что-то с чем-то, и наушнички, повторюсь, офигенный звук, но жизнь очень, очень коротка, ну ребята, за 30 евро я вас умоляю, 30 евро можно, ну блин, хоть каждый месяц покупать их, главное, главное, отличнейший, хороший звук, так что вот это вот сегодня у нас, такая небольшая, да нет, смотрите, хватит, я думал небольшая, хотя нет, хватает сегодня, такая небольшая распаковочка, ох, нифига себе, час, час, я извиняюсь опять, за эту болтовню, если я, блин, кого-то, так сказать, если кто-то заснул от этого видео, извиняюсь, конечно, так что ребята, до следующих видео, до следующих распаковок, следующая распаковка может быть даже будет опять же через пару недель, там подойдут новые игры для Xbox, для PlayStation 4, так что давайте, всем пока, всем привет, чао.